МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабный ремонт в предельно сжатые сроки. В Абакане сегодня плановое отключение холодной воды. На проведение всех работ коммунальщикам отводилось меньше суток. Подрядчики ускоряют темпы работ по дорожному ремонту в Абакане. Со следующей недели начнется асфальтирование последнего участка на Пушкино. А на Пирятинской будет полностью готово основание дороги. Чистота, верность, мужество. Сегодня в России отмечается День государственного флага. Песни, флешмобы. День в Абакане прошел ярко. Королева гортензий, жительница Абакана Лидия Колычева, выращивает в своем саду более 100 сортов гортензии. И нет предела совершенству. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа «Сегодня» в студии с обзором событий дня Татьяна Крапивина. Не переключайтесь, нам есть о чем рассказать. Начнем с главного. Масштабный ремонт в предельно сжатые сроки. В столице Хакасии сегодня плановое отключение холодной воды. На проведение всех работ коммунальщикам отводилось меньше суток, ровно 23 часа. Главными объектами в этом году стали станция второго водоподъема и камера А, в которой соединяются трубы двух городских водозаборов. Вот и настал день, к которому коммунальщики готовились несколько месяцев. В ночь с понедельника на вторник в столице Хакасии произошло плановое отключение холодной воды. Как и полагается, раз в год. В рамках подготовки к очередной зиме на территории города остановлены все водозаборы и водоподъемы. Это не просто приходит, допустим, ресурсоснабжающая организация, взяли, остановились, потому что нам надо там какую-то мелочь поделать. Нет, это вот именно только глобальные работы, те, которые нельзя выполнить на необезвоженных водоводах, не на остановленных водозаборах. Люди работают круглые сутки. В 0-0 часов, в 26 минут остановили насосный агрегат, то есть после того, когда уже расход воды в городе прекратился. Сейчас мы в Красном Бакане. Это станция второго водоподъема. Работы здесь коммунальщики начали еще ночью, сразу после того, как осушили здешние резервуары, вот они как раз под нами, и сбросили воду из всех городских трубопроводов. Плановые работы у нас в такой стадии 50% работ уже выполнено. Почему 50%? Потому что две бригады, три бригады основные вышли в ночное время. То есть это камера национальная, 28, две бригады работали. Станция водоподъема, там меняется обратный клапан, работы уже также подходят к завершению. И регулировка, и чистка станции частотного управления, пульта частотного управления. Частотным управлением второй водозабор Абакана специалисты оснастили еще лет 10 назад. По тем временам ноу-хау – дорогое и сложное оборудование. Но за годы эксплуатации оно себя окупило с лихвой. Главное – поддерживать его в рабочем состоянии, проводить по мере возможности ежегодную диагностику. Экономия электроэнергии очень большая, потому что двигатель работает на более меньших оборотах, обеспечивая нужное давление в трубопроводе. Естественно, экономия по себестоимости и экономия сбережения электрооборудования и вообще насосов. Поскольку они работают не на максимальных своих оборотах, а на довольно пониженных, то есть ресурс у них повышается кратно просто. И поскольку станция снабжена системами защиты, то есть когда она в работе, на нее подано высокое напряжение, то есть невозможно открыть, заглянуть в станцию невозможно никак. Поэтому во время остановок мы получаем возможность открыть створки все, чтобы добраться до внутренних агрегатов, программно протестировать, были ли какие-то ошибки во время работы, ну и сделать полное техобслуживание, чтобы по возможности она безаварийно отработала до следующей остановки. Помимо замены обратного клапана на основном силовом агрегате, на станции второго водоподъема сегодня выполнены ремонтные работы в камере переключения. Она, как и многое здесь, играет важную роль в жизнеобеспечении города. Это сложный такой узел, где очень много запорной арматуры. Вся запорная арматура минимальная 600 миллиметров. То есть ее просто так, ну без отключения не заменишь, такие сечения. Эта камера, а вот там проедете, тоже работает. Это где, наоборот, два водозабора сходятся в начале только. Это как две реки в одно русло. Определить местоположение этого стратегического узла в городской системе водоснабжения помогла техника. Снимать насыпной грунт и плиты коммунальщики начали накануне вечером, чтобы добраться до самих труб и задвижек. Эта камера, а это тоже одна из основных камер, где встречаются два водозабора, первый и второй. Перераспределение воды идет там, перераспределение на станцию второго водоподъема, на национальную 28. Там на сегодняшний момент меняется запорная арматура. Ранее мы, конечно, меняли, но это было лет 5-6. Просто сегодня, в этом году, планово заходим туда. Работы тоже уже завершаются. Это не считая небольших плановых работ, которые бригады водоканала в течение дня проводили на городских сетях. Наиболее значительным объектом на всех стал так называемый Аскизский водовод. Там заменили задвижку диаметром 300 миллиметров. Словом, все по заранее согласованному и утвержденному графику, где все 23 часа расписаны буквально по минутам. Обязаны уложиться. Я говорю, все способствует. Погода, слава богу, готовились, что, возможно, и дождь будет, и то, и другое. Поэтому людей будут кормить на месте. Здесь же вот один из пунктов питания. В смысле, остальные бригады непосредственно на своих местах. Поэтому я надеюсь, что уложимся. Даже сомнений никаких нет. Мы обязаны это сделать. 23.00 должно восстановиться полностью водоснабжение холодное по всему городу. В течение дня в районах города организован подвоз воды в социальные объекты техникой муниципальной спецавтобазы ЖКХ. А к работе на объектах привлечены дополнительно сварщики одного из частных предпринимателей. Все для того, чтобы масштабный ремонт был выполнен в предельно сжатые сроки. Огромный объем ремонтов предстоит выполнить и персоналу Абаканской ТЭЦ, а также подрядным организациям. Чтобы уложиться в 5 суток, бригады работают на станции круглосуточно, сменяя друг друга. В период полного останова станции на ремонтах задействовано более 150 человек. Специалистам предстоит выполнить замену арматуры высокого и среднего давления, а также контроль металлотрубопроводов, устранить дефекты. Кроме того, необходимо учитывать, что все котельное оборудование Абаканской ТЭЦ работает при больших температурных нагрузках. Горячая вода в квартиры Абаканцев должна вернуться в ночь на 26 августа. Экватор дорожного строительного сезона пройден. Подрядчиков попросили ускорить темпы работ по ремонту автомагистрали Абакана. Предполагается, что со следующей недели начнется асфальтирование последнего участка на улице Пушкина у коммунального моста. А на Пирятинской будет полностью готово основание дороги в районе спорткомплекса ЦСКА. Такую информацию сегодня подрядчики Архограда представили на заседании городского строительного штаба. Буквально через полторы недели календарный осень вступит в свои права. Самое время подвести некоторые итоги работ на дорожных стройках города. До их полного окончания, конечно, еще далеко. Но не лишним будет напомнить подрядчикам о том, что и осень в наших краях короткая. Пролетит, оглянуться не успеешь. Дорожно-строительный сезон находится не на завершении, я бы даже сказал, на экваторе. Но при всем при этом уже сроки подходят, подходят сроки завершения контрактов. И мы, конечно же, подрядчиков сегодня ориентировали на то, чтобы они ускорялись с темпами работы. Это касается, в первую очередь, по нашим крупным дорогам, по безопасным качественным дорогам, которые у нас в проекте. Наверное, главная магистраль – это улица Пушкина. Здесь перед подрядчиком довольно жестко поставлен срок на следующей неделе уже запустить движение в полном объеме, без верхнего слоя. Но выполнить последний отрезок, установить, запустить светофоры, что необходимо. А самое главное – поставить знаки, потому что совсем скоро, с 1 сентября у нас дети пойдут в школу. У нас перекресток с улицы Катаново, такой вот довольно опасный. И без установления знаков, конечно, он представляет потенциальную опасность для наших ребятишек. На все про все подрядчику отведена неделя. Останется, правда, еще и верхний слой дорожной одежды. Но, как показывает практика, для этих работ масштабного ограничения для движения транспорта на улице Пушкина уже не потребуется. Здесь задача предельно проста. Главное – уложиться в установленные сроки. По улице Пирятинская подрядчик в ближайшие дни приступит к асфальтированию первого участка от спортивного комплекса ЦСКА. Работы еще очень много. Мы надеялись, что до 1 сентября подрядчик выполнит полный объем работ до улицы Журавлева. Пока не успевает. Но, опять же, мы настаиваем на ускорение сроков работ. Будем выезжать на объект и уже там детально разбираться. То, что касается дорог в жилом районе Арбан. Таковых у нас три. Генерала Тихонова Арбан и улицы Кирова. Здесь работы ведутся в плановом режиме. В настоящее время по части объектов уже ведется асфальтирование. Заканчивается основание. Устанавливается бордюрный камень. Здесь особых сомнений в том, что работы будут завершены. Срок нет. Кроме того, в программу дорожного строительства и ремонта на текущий сезон дополнительно включена еще пара небольших объектов в рамках муниципального контракта. Но эти работы по срокам уже изначально запланированы на сентябрь. В этом дорожном сезоне строители обновляют наравне с другими объектами и проезжую часть улицы Чертыгашево. Сегодня работы развернулись в границах щетинки на Карла Маркса. В планах заменить полотно, бордюры и сделать водопоглощающие колодцы до улицы Ивана Ирыгина. Все подробности далее. Реконструируется улица Чертыгашево в этом дорожном сезоне согласно муниципальному контракту. Перечень работ типовой. Замена бордюрного камня, с чего и начала свою работу бригада на объекте. Сплошное асфальтирование, установка водопоглощающих колодцев. Это несколько усложняет план ремонта улицы Чертыгашево. С учетом того, что это центральная часть города, а по дороге курсирует не только легковой, но и общественный транспорт. Контракт должен быть выполнен не позднее 30 сентября. Ремонт будет проходить этапами, чтобы не доставлять больших неудобств для жителей нашего города. Сегодня работы ведутся на участке от Щетинкина до Карла Маркса. Задачи стоят перед подрядчиком такие, что необходимо будет заменить весь бордюрный камень и заасфальтировать сплошным асфальтированием проезжую часть. Подрядчик уже вчера готовил основание под установку бордюрного камня. Соответственно, его до этого демонтировал. Сегодня планируют уже выставлять бордюрный камень. Завтра заказал бетон, планируют забетонировать. Ну и так по этапам, соответственно, пойдут дальше работы. Отметим, что подрядчик должен будет скорректировать люки до отметки вверх асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Сохранить полотно, как и убрать ту же большую лужу на дорожном отрезке после осадков. Возможно, при помощи дождеприемных колодцев. Они также вписаны в проект работы. Достаточно много колодцев. Это одна из сложностей ремонтных работ. Достаточно много колодцев на проезжей части. Поэтому у нас предусмотрены подъем этих колодцев. Потому что уровень все равно будет подниматься несколько. Ну и, соответственно, мы планируем, что подрядчик закончит работы в срок. На период ремонта изменилась и схема движения общественного транспорта по маршруту номер 3. Теперь автобус следует от остановки Парка Победы, улица Чертогашево, до улицы Ивана Ирыгина, Кирова, Щетинкина, до улицы Чертогашево, затем по обычной схеме движения. Таким будет прямое и обратное направление. Константин Нанитин, Владислав Воронов, Новости. Новый автобусный маршрут номер 23 в Абакане скорректировали. Теперь пассажирский транспорт будет заходить на улицу Кадышева. Напомним, маршрут запущен с 1 августа. И теперь решено добавить одну остановку в расписании для удобства школьников. Автобус будет заезжать на улицу Кадышева до остановки Госплем Объединения. И затем снова выезжать на улицу Аскизская. К происшествиям. Авария в Баградском районе унесла жизнь человека. Погиб водитель-бесправник. По предварительной информации ГИБДД, 49-летний водитель за рулем москвича не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась. Рулевой погиб на месте. Установлено, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения. А в Абакане столкнулись 4 автомобиля. Это случилось на улице Аскизская. Один водитель протаранил другого. В итоге собрался паровозик из 4 машин. Травму получила пассажирка Лада Гранта, 36-летняя женщина. В Абакане студент, подрабатывающий на автомойке, угнал автомобиль клиента. Его удалось задержать благодаря неравнодушным горожанам, которые сообщили в госавтоинспекцию о подростке за рулем. Инспекторы остановили кроссовер на улице авиаторов. Машиной управлял 17-летний студент одного из городских техникумов. Выяснилось, что молодой человек подрабатывает на автомойке и решил прокатиться на автомобиле своего клиента, который отдал его в химчистку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон. А в соседней ТВ автоинспекторам во время погони за водителем-бесправником пришлось даже стрелять по колесам. Сотрудники дорожной полиции подали рулевому сигнал об остановке. Однако автомобилист попытался скрыться. Удирая от инспекторов ДПС, водитель создал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, выезжая на встречную полосу. Тогда в ход пошло табельное оружие. Полицейский несколько раз выстрелил по задним колесам машины. Когда нарушителя остановили, он попытался сбежать и на своих двоих, но не сумел. Оказалось, что 21-летний водитель был бесправ и пьян. Веселье захотелось. В Бейском районе будут судить похитителей тульской гармонии и самовара из села Сабинка. По версии следствия, двое мужчин проникли на территорию частного дома. Сначала похозяйничали в надворных постройках, потом проникли в жилище и забрали советскую тульскую гармонь и самовар. По информации МВД, оба сельчанина ранее неоднократно судимы и в момент кражи были в алкогольном опьянении. К слову, на преступление их толкнула жажда продолжить банкет. Ведь похищенные, обвиняемые хотели продать, а вырученные деньги пропить. Но не успели, а может и не нашли покупателя на столь раритетный товар. В Красноярском крае девушка стала жертвой вымогателей. Она обменивалась в соцсетях со своим парнем интимными фотографиями. Вскоре страничку взломали и мошенники решили воспользоваться приватным контентом. Незнакомец стал шантажировать потерпевшую. Мол, фото могут появиться в свободном доступе. Чтобы избежать огласки, девушка перевела 25 тысяч рублей. Преступника, скрывающегося под маской шантажиста, ищет полиция. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы. Еще шестеро жителей Хакасии заразились опасными инфекциями после укусов клещей. Зарегистрировано по два случая клещевого энцефалита, боррелиоза и сибирского тифа. В целом, с начала теплого сезона в Хакасии уже более 3 тысяч жителей пострадали от укусов кровососущих насекомых, в том числе 663 ребенка. Подтверждено 25 случаев заболевания энцефалитом, 32 – боррелиозом, 29 – тифом. Эпидемиологи напоминают, при присасывании клеща необходимо сразу обратиться к врачу. В Хакасии стали чаще встречаться фальшивые деньги. За 6 месяцев этого года сотрудники Банков Республики выявили 9 поддельных купюр. Из них 4 номиналом 500 рублей. К примеру, в прошлом году за аналогичный период подобных фальшивок обнаружено не было. Также за первое полугодие эксперты выявили 5 фальшивых пятитысячных банкнот. Они в основном имитировали купюры образца 1997 года. Как отметили в пресс-службе отделения Банка России в Хакасии, самый надежный способ отличить подлинные банкноты от фальшивок – отнести их на экспертизу в банк. Или ознакомиться с основными признаками подлинности на сайте Банка России, на портале «Финансовая культура» или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». В Абакане будут судить четверых местных жителей, которые избили наркозбытчика и записали все на видео. На скамье подсудимых окажутся трое мужчин и девушка. Инцидент произошел в мае прошлого года. Фигуранты работали на украинский интернет-магазин наркотиков. Вечером вблизи дренажного канала в районе Северной Дамбы они избили 30-летнего наркозависимого мужчину, забрали у него сотовый телефон и банковскую карту. Все это сняли на видео, сопровождая угрозами расправы. Уголовное дело направлено в суд. Далее наш вечерний эфир продолжит рекламный блог. Затем вернемся к обзору событий дня. Реклама Астронис. Российский системный интегратор. Мир заиграет яркими красками с магазином «Солострой». Сотни наименований эмали для любых поверхностей. Фасадные краски и интерьерные. От эконом до премиум. С гарантией до 20 лет. Грунт эмали по металлу. Абакан Пушкина 211G. В оптике «Хрусталик» акция. Очки «Все включено» 1990 рублей. Оправа, линзы и работа. Проверяйте зрение бесплатно. А мы изготовим очки всего за 15 минут. Оптика «Хрусталик». Абакан. Щетинкина 48. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама. В 30-й школе Абакана новый директор, глава города Алексей Лемин, согласовал назначение на должность Андрея Калаухова. Андрей Александрович является очень активным представителем профессионального педагогического сообщества. На федеральном уровне Андрей Калаухов вошел в рейтинг 15 лучших учителей всероссийского конкурса «Учитель года». Андрей Александрович Калаухов – педагог по призванию. В юношестве мужчина закончил Хакасский государственный университет по специальности филология. После устроился в 19-ю абаканскую школу, где и начал свой трудовой путь в качестве учителя английского языка. Затем перешел в первую школу города. С тех пор не раз повышал свою квалификацию, становился победителем муниципальных, региональных и федеральных конкурсов. И вот сегодня новый шаг по карьерной лестнице – руководство над 30-й школой. «Цель перед собой надо ставить только одну. Если уж вы заходите на школу, перед собой надо ставить цель одну, чтобы эта школа впоследствии стала лучшей школой нашего города. И тут надо предложить, насколько понимаю, упорство вам не занимать. Мы видим, с учетом всех конкурсов, которые вы выиграли, их участвовали, но вот KPI у вас должен быть только один. Нужно работать так, чтобы школой могли гордиться всем. И город, и республика, и вся страна». «Конечно, я не думал, что я стану директором школы. Я думаю, что мало кто об этом задумывается. Вообще в педагогическом мере существует две формы роста такого. Это форма горизонтальная, когда ты растешь в качестве учителя, развиваешься. И, конечно же, форма вертикального роста, когда ты начинаешь подъем по карьерной лестнице. Конечно, изначально думаешь, что я буду расти как учитель, потому что это первоочередное. Да и вообще я человек такой, что стараюсь ставить перед собой цели на ближайшие какие-то отрезки времени. Конечно, какие-то стратегические цели долгосрочно должны присутствовать, но все-таки концентрируюсь я именно на ближайшей перспективе. А какое направление? Я думаю, что для меня сейчас основная задача – это познакомиться с коллективом, познакомиться с ребятами, которые будут учить. Единственное направление, которого должен придерживаться директор и школа в целом – это качественное образование учащихся, привитие им ценностей, воспитание их, конечно же. Ну и, конечно же, это вот именно само качество образования, чтобы после выхода из школы выпускники могли гордиться тем, что они учились именно в этой школе. Ксения Майер, Алису Антси, новости. Снова в школу. Чуть больше недели остается до 1 сентября. Зачастую школьникам нелегко адаптироваться после летнего отдыха. Как помочь им настроиться на учебу? Что родители могут сделать для своих детей? Особое внимание следует уделить мамам и папам первоклассников. Наша съемочная группа пообщалась с психологами. И в следующем сюжете расскажем, как войти в новый учебный год без стресса. Начало нового учебного года – это важный этап в жизни каждого ребенка. Для первоклассчик это первый опыт посещения школы. Для остальных – переход в новый класс. Так как же подготовить детей к школе? Во-первых, психологи советуют наладить режим дня. Сейчас осталось совсем немного дней, когда нужно уже быть готовым к тому, что придется рано вставать и какое-то время находиться на территории школы и выполнять эти правила. Поэтому уже сейчас нужно вступить в ситуацию режима. То есть здесь вовремя встаем, вовремя ложимся для того, чтобы ребенок мог отдохнуть и набраться сил. На каникулах дети проводят много времени перед телевизорами, с телефонами и планшетами. И сейчас самое время предупредить детей, что скоро такой возможности не будет. Можно договориться с ребенком, что он будет постепенно, например, минут на 10-15, уменьшать время взаимодействия со смартфоном. Лучше, если вы сами будете контролировать время, например, ставить будильник. Психологи также рекомендуют для лучшей адаптации детей к школе сходить вместе за покупками. Это могут быть канцелярские товары, одежда и букет для учителя. Безусловно, что такой шопинг поднимет всем настроение перед началом учебного года. Не стоит забывать и о питании. Перед началом учебного года специалисты рекомендуют сделать его максимально сбалансированным и регулярным, чтобы ваш школьник получал все необходимые микроэлементы и был энергичным на уроках. Первое сентября несет волнение и стресс не только детям, но и родителям будущих первоклассников. Психологи отмечают, нужно быть готовыми к трудностям. Ведь ребенок может не сразу найти общий язык с одноклассниками или учителем, а может и вовсе отказаться ходить в школу. Родители должны быть готовы и должны настроить себя именно на позитив. Помогайте учителям, ведь им тоже очень трудно. Они не знают ребят, не знают их особенности. Поэтому ваша помощь, как родители, будет очень важна. И ребятам тоже. Не старайтесь разрешить сразу и сложные проблемы, потому что выстраивание новых взаимоотношений, то есть определение дружбы с какими-то новыми ребятами, не всегда может пройти гладко. А самое главное, отмечают психологи, не забывайте поддерживать ребенка в любой ситуации, поощрять его за достижения, любить и уважать свое чадо, несмотря ни на что. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Чистота, верность, мужество. Сегодня в России отмечается День государственного флага. Соответствующий указ в 1994 году в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического триколора подписал президент России Борис Ельцин. Знаменательный для всех россиян день сегодня отметил и Абакан. Подробности далее. 22 августа наша страна отмечает День российского флага. Его история начинается с далекого 1705 года, когда по указу императора Петра Великого трехцветное знамя с изображением двуглавого орла посередине было передано торговому флоту. После настала эпоха красных знамен с серпом и молотом. Привычный нам триколор был восстановлен в статусе государственного символа лишь в 1991 году. Сегодня День флага отмечает вся Россия. Подготовился к празднованию этого дня и Абакан. Яркая граффити с 9-метровой надписью «Люби» в белом, синим и красном цвете теперь украшает и подземный переход в Абакане. Таким образом, активисты волонтерского движения «За наших» закрасили цензурные слова, оставленные на стене ночными хулиганами. Теперь вместо них подземный переход украшает девиз «Люби» – «Люби свой город, свою страну». Конечно, не остались стороне и образовательные учреждения столицы. Изображения флага появились на стенах городских школ и детских садов, украшает триколор «Комсомольский парк» и сквер «Медвежонок». Отметить праздник единения народов, проживающих на территории России, абаканцы собрались у Республиканского краеведческого музея. Песни, танцы – огромный флаг. Утро в Абакане началось ярко. Для каждого человека триколор несет свою значимость. Одни считают, что это чистота верности мужества. Другие под белым, синим и красным цветом подразумевают свободу, Богородицу и державность. Как бы то ни было, флаг для нас – в первую очередь единство. Я хочу рассказать, я хочу показать, как в России привольно живется. На востоке над ней, над Россией моей, встает яркое красное солнце. Под этим символом испокон веков честь России на Олимпиаде отстаивают спортсмены, борются за восстановление справедливости под флагом и мужчины, которые участвуют в специальной военной операции. Все для Родины, все для мирного неба над головой. Сегодня вместе с гражданами нашей страны этот праздник отмечают и жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Дорогие друзья, пусть национальный стяг и дальше вдохновляет нас на новые свершения и успехи. Пусть и дальше объединяет наш многонациональный народ. Мира и процветания нашей великой Родине, а нам и ее жителям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, с Днем Государственного Флага! Ура! Отдельная гордость России юно-армейцы и ребята из Движения Первых. Сегодня они говорят о значимости этого праздника для нашей страны и желают россиянам процветания и мира. После мероприятия ребята отправились на гору Кюнтак, чтобы установить там триколор. Хочется пожелать в этот день всем, так как наша Россия страна любви, семьи и верности, то пожелать, собственно, этого и хочется. Также мирного неба над голубой, вот и все. Значимость сегодняшнего праздника, я думаю, состоит в единстве народов, потому что по всей России дети из всех всероссийских государственных организаций празднуют этот день и с самого детства им уже прививают ценности нашей страны и такие государственные знаки, как государственный флаг. Я считаю, что это важно, когда дети знают и будут передавать это потом своим детям. Что пожелаешь в этот день россиянам? Россиянам я в этот день хочу пожелать еще большего единства, потому что в данный момент времени с нашей ситуацией в стране я считаю это важно. Будьте вместе, будьте первыми. Я родился в России, я патриот России. Ну, конечно, я хочу, чтобы понимали друг друга. То есть флаг это объединяет нас. Мы должны, наверное, культуру больше узнавать общую, как мы объединялись вот под этим флагом. Ксения Майера, Артем Амзараков, новости. Королева гортензии. Именно так можно назвать жительницу Абакана Лидию Михайловну Колычеву. В своем саду она выращивает эти потрясающие растения. За 8 лет в коллекции горожанки появилось 100 сортов гортензии. И нет предела совершенству, ведь простое увлечение переросло в настоящую любовь к прекрасному, которое можно создавать своими руками. Мы в королевстве цветов. Высокие разноцветные шапки гортензии словно горы воздушного крема на авторском десерте. Их создатель – цветовод-любитель Лидия Михайловна Колычева. Уже 8 лет она выращивает гортензии. Влюблена, а они отвечают ей взаимностью. Ну, примерно 8-10 лет вот я начала собирать свою коллекцию. И сейчас у меня круг метельчатых гортензий примерно 50, может даже уже и больше, просто не знаю. 50 сортов? Да, 50 сортов всяких разных, да. И у меня есть новая серия пан, которая хорошо подросла с прошлого года. И некоторые уже показывают свое цветение. Я люблю цветы, они всегда со мной. Я их люблю, и они меня любят. Вот и все. С гераний начиная и заканчивая гортензиями. Я уже все прошла, чего только у меня не было. Орхидеи, аморилисы. Много всего было. Много всего. Коллекции были. Суккуленты сейчас есть. Гастерии всякие разные. Много всего. Я всех люблю их. У Лидии Михайловны в саду растет около 100 сортов этих цветов. Как она говорит, у каждого свой нрав. Но в целом же растения не требуют особенного ухода. Самое главное – регулярный полив, обрезка осенью или весной. За много лет Лидия Михайловна научилась черенковать гортензию. А ростки дарит друзьям и знакомым. Я выращиваю вот что проще уже. Гортензии – это просто. Вот для меня это просто. Там в интернете пишут всякую ересь. Другой раз почитаю, полистаю. Ну, вообще, сажайте, не бойтесь. Покупайте рассаду и сажайте. В обычный грунт, и все будет замечательно. Ну, добавил немножко кислого торфа. Они и так растут. И без кислого торфа. Без кислого растут. Вот посадил в грунт обычный. И я что-то добавлю. Когда-то удобрения там добавлю. Иногда у меня этого просто нет. Просто сажай в землю. Все замечательно. Они растут и радуют. И все. Поливайте вовремя. Не залить, не залюбите. Все хорошо у них. Если вы думаете, что Лидия Михайловна имеет профильную профессию, которая позволяет ей так успешно разводить цветы, то нет. По образованию она эксперт пищевой промышленности. Работа в саду, конечно, отнимает силы. Но в то же время приносит удовольствие и энергию. Ведь движение – это жизнь. А еще, глядя на шикарные бутоны, хочется творить дальше. Обустроить дом и сад. Например, супруг Лидии Михайловны сделал декоративные каменные ограждения для клумб. Сейчас семья занимается обустройством веранды. Где свое достойное место займут, конечно, гортензии. Нынче они меня особо радуют. Видите, какие шапки получаются. Какая густота. Просто сейчас уже, ну, август уже заканчивается, все уже. Осень начинается. А они еще долго, до морозов еще будут. И теперь я уже придумала, если перед заморозками покрыть спонбодом, допустим, да, и обмотать. А потом у нас, как обычно бывает, мороз, все почернело, а потом солнце. А если это укрыть, вот все, компактно же все получается укрыть. И оно еще сколько будет радовать все. Как говорят, июнь-пятница, июль-суббота, а август-воскресенье. И действительно, лето близится к завершению. Друзья, и не расстраивайтесь, если на вашем приусадебном участке не выросли такие шикарные гортензии, как у нашей героини Лидии Михайловны. Все в наших руках. Вот, например, наш оператор Владислав Воронов вырастил вот такую яблоню. Получилось у него, и у вас обязательно получится. Дарья Казак, Владислав Воронов, новости. На этом пока все. А я напоминаю, что еще больше новостей на нашем сайте abacan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале abacan24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания и всего вам самого доброго.